Ваши научные руководители одобрили план вашей работы, и вы теперь готовы приступить к написанию. Возьмите идеи, которые вы записали в своем плане, и одну за другой развивайте их. Запомните основное правило – одна идея – один абзац, один абзац – одна идея. Таким образом, развивая его, предложение в вашем плане превратится в параграф. Вы должны с точностью выразить идею, которая рассматривается в каждом абзаце. При этом вы должны быть уверены, что представляете только одну идею в каждом из них. Обратите внимание, что абзац не может состоять из одного предложения. В этом случае это признак того, что вам необходимо реорганизовать свои идеи. Первое предложение параграфа всегда является самым важным, потому что оно представляет идею, которая будет развиваться в абзаце. Это помогает читателю с самого начала понять, что он найдет в этом абзаце. Начиная с этого момента, следующие предложения должны следовать логически и вы должны быть в состоянии обосновать выбранный вами порядок. То же самое относится и к порядку расположения абзацев между ними. Они должны логически следовать друг за другом, без резких изменений темы. Написав таким образом, вы сможете выявить пробелы в своих рассуждениях или недостающие элементы в аргументации. Всегда будьте ясны и точны в своих словах. Доводите свои идеи до конца. В конце параграфа или раздела убедитесь, что читатель не остался с вопросом «Ммм, ну и что?». Именно вы несете ответственность за то, чтобы довести размышления до конца. Если вы переходите к сложному разделу, дайте читателю понять, что вы собираетесь делать и почему. Никогда не думайте, что он поймет, к чему вы клоните. Иногда трудно поставить себя на место читателя, но постепенно вы разовьете эту способность и она станет естественной. Изучите исправление вашего руководителя. Вы увидите, как они изменят предложения и абзацы, чтобы их стало легче читать, и как это прояснить научные рассуждения. Мы только что закончили первую серию видеороликов с советами о том, как организовать вашу статью. Теперь вам нужно понять, как на самом деле написать текст. В следующих трех видеороликах мы посмотрим, как разработать первую версию каждой части статьи. До скорой встречи в пятом видеоролике!